И вот это состояние, с одной стороны, внутренней растерянности, с другой стороны, ожидание того, что произойдет что-то плохое, превращается в такой способ существования. И человек просто живет тревожно. Вот он собирается, опаздывает куда-то, тревожится. Он приходит домой, начинает что-то делать, и ему кажется, что сейчас что-то не получится, он тревожится. Тревожится на работе, что кто-то что-то скажет, что как-то что-то произойдет и так далее. Постепенно эти разные переживания превращаются в некий такой общий стрим тревожного человека, который в принципе тревожен. То есть у него нет конкретного страха. Но тревога — это вот такое общее тревожное состояние. И, к сожалению, сейчас у нас жизнь такая, что не находиться в таком тревожном состоянии очень сложно, потому что все время что-то меняется, все время происходят какие-то новые вводные. И эти вводные, знаете, не то чтобы радовали. Когда нам кажется, что плохо, оказывается, может быть хуже. Когда нам кажется, что уже дальше некуда, снизу стучат.